МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас приветствует информационная служба 1-го карагандинского. В студии работает Ирина Калашова. Ближайшие 20 минут я и мои коллеги вам расскажут. У карагандинца Андрея Травкина врожденная слепота. Многие люди считают это его главным недостатком. Однако его грациозная игра на музыкальных инструментах говорит обратно. Подробности смотрите в репортаже Амины Смаковой. Акимгорода вместе с коммунальщиками посещает проблемные дома караганды. С весны мы начали пробить. Эти дома у нас остро стояли как раз-таки на контроле. И совместно с угодателями, с жилищной инспекцией были даны предписания этим домам. Глава региона встретился с игроками мини-футбольного клуба Тулпар. Караганда готовится к зиме. Сегодня, когда сроки подготовки города к предстоящему отопительному сезону истекают, градоначальник вместе с коммунальщиками и жилищными инспекторами посещает так называемые проблемные дома. К слову, многие из них уже со своими проблемами благополучно справились. Все подробности в следующем репортаже. В подвале второго дома, что в Степном-2, сухое тепло. Пятиэтажка впервые за последние четыре года получит акт стопроцентной готовности к отопительному сезону. Буквально на днях здесь завершится ремонт элеваторного узла. В доме нет формы управления, но в этом году силами районного ОКМС были организованы сходы с жителями. По итогам таких собраний были собраны деньги на реконструкцию коммуникаций. Какие сроки закончили? Уже холодно, уже люди тепло просили? Неа два, три. Неа два, три закончили. Выезжать по домам, которые не имеют кондоминиума, чиновники начали еще весной. Были выданы десятки предписаний, и как результат жители все-таки взяли за свое жилищно-коммунальное хозяйство. Ведь дома, которые, как положено, не подготовились к зиме, теплотранзит Караганды, имеют право попросту не подключать к теплоснабжению. Дышки поставили. В общем, все здесь поменяли, потому что здесь двойный был элеватор. Что-то в узел старый поставили. Полтора миллиона тенге потратили на новый элеватор жители 32-го дома в Степном-4. Раньше жильцы пятиэтажки жаловались на едва теплые батареи в квартирах. Теперь без опаски готовятся встречать зиму. Какая работа проделана в когда-то проблемном доме, показали главе города. Большое спасибо, что вы нам подсказали, потому что если бы вы не приезжали, и вот это все не подсказывали, то, естественно, трудно было. А еще местные власти пообещали решить проблемы с бесхозными сетями и установить в доме прибор учета тепла. Его, к слову, будут устанавливать бесплатно во всех многоэтажках города. Между тем, жители микрорайона Степной уверены, что в двору необходимо КСК. В КСК обязательно надо вступать, потому что возникает очень много юридических вопросов, которые только юридическое лицо может решать. И для того, чтобы объединить, это, допустим, решить этот вопрос, только жильцы, которые юридически могут быть не очень грамотные, они не решат. А КСК, во-первых, нанимают организации, поэтому в КСК обязательно надо вступать и самим контролировать работу КСК. Тем временем в Караганде почти 45% жилого фонда не имеют юридическую форму управления. Исполнительные органы хотят довести процент зарегистрированных объектов кондоминиума до максимума. Сейчас главное – добиться понимания от горожан. В этом году мы начали активную работу, проводятся сходы, разъяснения, значит, все-таки на каждом доме должна быть форма управления. Пассивность граждан отмечается, непонятно. Каждый человек, в принципе, отвечает сам за подготовку к зиме. Я напрямую, если живу в собственном доме, кроме меня никто не подготовит этот дом, ни к зиме. Естественно, мы приобретаем и уголь, вывозим золу, нанимаем там кочегаров. Это все на нас. Кровлю мне тоже никто не сделает, двор мне тоже никто не почистит. Поэтому эта забота самих граждан – это их собственность. Ирина Камышова, Жаслана Мандыков, Асхата, Абидулов, Первый Карагандинский. Девочку, подозреваемую в убийстве сверстницы, отправили в спецшколу. Об этом сообщили на брифинге по резонансным делам в областном суде. Решением ювенального суда несовершеннолетняя Александра Челлер, подозреваемая в убийстве 9-летней Анны Ткаченко, направлена в специальную организацию образования сроком на один год. Накануне Челлер исполнилось 11 лет. В связи с этим стало возможным определить ее в спецшколу. Решение суда еще не вступило в законную силу. Сегодня сотрудниками дорожной полиции был задержан водитель, который управлял иномаркой с подложными госномерами. Праворольный автомобиль «Хонда» двигался по улице Методическая. Легковушка сразу привлекла внимание дорожных страж порядка. Позже в Центральном оперативном управлении выяснилось, что госномер иномарки числился за другим автомобилем. К тому же при проверке у водителя из документов было только водительское удостоверение. Мужчина пояснил, что взял госномера со своей бывшей автомашины. На водителя уже составлены три протокола об административных правонарушениях. На данного гражданина нами были составлены административные протокола по статье 461, часть 3-1. Привемся на короткую рекламу. Не переключайтесь. Далее все самое интересное. Редактор субтитров А.Семкин Наслаждайтесь вкусом настоящего кенийского чая. Долина Нанди. Долина Нанди. Прекрасный выбор за вами. Слепота таланту не помеха. Карагандинец Андрей Травкин, инвалид от рождения, владеет сразу несколькими музыкальными инструментами. Незрячий мужчина даже пробовал свои силы в российском популярном шоу талантов. О необычных способностях слепого музыканта расскажет Амина Смакова. Андрей Травкин не видит с самого рождения. Однако это не мешает ему грациозно владеть игрой на многих музыкальных инструментах. Ему подвластны губная гармошка и синтезатор, и пианино, и гитара. В детском садике воспитатели нам не разрешали на фортепиано подходить, играть. Вы его расстроите. Всегда же музыкальные сопровождения, когда на какие-то праздники выучиваем песенки детские, под Новый год, про елочку и так далее. И вот не разрешали. А мне еще тогда хотелось подбирать и так далее. Ну, все-таки мне удавалось иногда на пять минут подходить, пока воспитатель куда-то отвернется или выйдет. С тех пор слепой карагандинец не видит себя без музыки. В 16 лет он поступил в Курское музыкальное училище, однако кончить его не удалось. Преподаватели считали, что отсутствие зрения мешает ему полностью освоить инструменты. Конечно, вы же ложку мимо рта не проносите, когда кушаете. Вы же как-то это отрабатываете с детства до инерции, как и все люди. А также у меня, я чувствую, когда по инерции на какой аккорд пасается, хоть на гитаре, хоть на синтезаторе, хоть на баяне. Сегодня Андрей Травкин играет на улице, но не для денег. Он дарит музыку простым прохожим. Заниматься чем-то еще, кроме творчества, незрячий карагандинец уже не сможет. Я не считаю, что я побираюсь, когда выхожу с синтезатором играть на улице. Я считаю, что мне просто заняться больше нечем, и надо чем-то как-то заниматься. В принципе, лучше, чем музыкой заниматься, я ничем не умею. Пытался устроиться на предприятии в обществе Селепых в городе Кирове. Как посмотрел, какие они все радостные. Там кисточки делают, валенки, там какие-то шнурочки. Я говорю, не, ребята, это не для меня. Я лучше с гармошкой на рынок пойду. Там веселее. В начале года Андрей даже попробовал свои силы в Москве на фабрике «Звезд-6». Публика ему рукоплескала, а вот жюри ограничилось только словами благодарности. В следующий тур мужчину не пропустили. Один из людей, приближенных к этому делу, сказал, что вы талантливы, все дела, все прекрасно. Но нам в первую очередь нужна красивая картинка для телевизора, а потом уже талант. То есть это шоу, в которое вы неправильно вписались. То есть вы не туда пришли. Я говорю, возьмите меня как композитора. У нас есть композитор Виктор Друбыш. Я говорю, ну на нем же цвет клина у меня сошелся. И я говорю, крутой Виктор Друбыш. Что, больше композиторов нет, что ли? Мужчина не знает, как он выглядит с самого рождения, однако он смог найти себя и не сломаться, когда перед ним закрывались многие двери. Хочется дать совет, чтобы в первую очередь люди, которые не знают, где себя найти и как, пусть они задумываются, что они вообще по жизни умеют, что у них лучше всего получается. Потому что каждая профессия, каждое дело, оно востребовано. И если человек умеет хорошо паять, почему бы не устроиться на завод радиотехники, если он это умеет. Если он хорошо может водить машину, иди в такси хотя бы, или устроиться водителем, кого-то возить. Я считаю, каждое дело должно быть востребовано, а не так, что сидеть на диване, телевизор смотреть и пиво пить. Амина Смакова, Жаслана Мандыков, Кабиден Курушпеков, Асхат Айбедулов, 1-й Карагандинский. В Асакаровке появился мемориал полицейским погибшим при исполнении служебных обязанностей. В торжественной церемонии открытия принял участие начальник ДВД Карагандинской области Миргенбай Жапаров. Более подробнее в следующем материале. Август 1985. Этот день в памяти Александра Плотникова останется навсегда. Тогда в дежурную часть Асакаровского РОВД поступила информация о том, что в селе Пионерское появился сбежавший из колонии заключенный. На задержание беглеца выехала оперативная группа. В ее составе были старший лейтенант Беслан Аушев и опера-уполномоченный Геннадий Карапидий. В один из моментов открыл огонь. По первым, кто был его в поле зрения, это Аушлов Беслан Теркевич. Он его ранил, который ранение оказалось смертельным. Памятник возвели за счет добровольных взносов. Гранитный монумент установили во дворе местного отдела внутренних дел. По словам главного полицейского области Миргенбая Жапарова, это символ благодарности сотрудникам, отдавшим свою жизнь для благополучия казахстанцев. Также он отметил, что каждый обязан помнить о тех, кто отдал самое дорогое – жизнь во имя торжества закона. На примере их доблести и стойкости будет воспитано не одно поколение сотрудников полиции. Кроме того, сегодня состоялось открытие нового здания Сакаровского РУВД. При поддержке местного Акимата помещение было отремонтировано спустя более 10 лет. В часе этого события полицейским были вручены ключи от двух автомобилей. Память погибших почтили минутой молчания. Церемония завершилась оружейным залпом, после чего к мемориалу памяти были возложены цветы. Семьям погибшим сотрудников вручили ценные подарки. Прививки от гриппа начнут делать в конце сентября. Ежегодная вакцинация в этом году стартует раньше обычного. Медики говорят, лучше всего заранее позаботиться о своем здоровье. Врачи настоятельно советуют принимать меры профилактики до начала эпидемиологического сезона. В поликлиниках города пройдет бюджетная вакцинация тех, кто находится в группе риска. Это дети, беременные женщины, пенсионеры, а также люди с хроническими заболеваниями. Предполагается, что в этом году в области бесплатную вакцину получат около 60 тысяч человек. Чтобы получить платную прививку, обращаться нужно в больницу по месту жительства. Цены на вакцину пока неизвестны. Прививка – самая надежная защита от гриппа, говорят медики. Однако следует помнить об индивидуальной переносимости. Но с уверенностью можно сказать, что вакцинация обладает рядом преимуществ, поскольку она помогает снижать риск заболевания и помогает избежать осложнений от заболевания. Кроме того, мы знаем, что лучше предотвратить болезнь, чем его потом лечить. Таким образом, стоит сделать все, чтобы избежать этого риска. Сегодня каждый гражданин Казахстана, достигший 16-летнего возраста, может получить собственную электронную подпись и пользоваться порталом электронного правительства ЕГОВ, чтобы сэкономить время и получить необходимые справки и документы, не выходя из дома. Сотрудники Карагандинского областного ЦОНа постоянно проводят акции по популяризации портала ЕГОВ. В этот раз они пришли к государственным служащим. Электронная подпись – это не будущее взаимоотношений государственных структур и граждан Казахстана. Это реалии сегодняшнего дня. Личной электронной подписью должны уметь пользоваться все – от подростков до пенсионеров. Получить ее очень просто. Для этого необходимо прийти в ЦОН, и вам помогут получить ключ и прочие электронные атрибуты, чтобы вы смогли пользоваться порталом электронного правительства. Личное присутствие необходимо только один раз. Электронной подписью лучше пользоваться с личного компьютера, чтобы избежать мошеннических проявлений со стороны нечистых на руку людей. Справки, которые граждане привыкли получать через ЦОН, могут уже, не приходя в ЦОН, сидя за собственным компьютером заказать, а также на портале электронного правительства оплачивать налоги, штрафы. То есть все услуги, которые оказывает портал электронного правительства, могут сидя на работе, дома, там, где есть под рукой интернет, пользоваться. Чтобы привлечь граждан к возможностям портала электронного правительства ЕГОВ, Крагандинский областной ЦОН ежемесячно проводит акцию «Оплати налоги через портал ЕГОВ». Акция подразумевает и розыгрыш ценных призов. 18 числа каждого месяца счастливчики могут стать обладателями цифровых фотоаппаратов, телефонов и компьютерной техники. Сергей Высокозов, Марат Култенов, Первый, Карагандинский. Глава региона поздравил игроков мини-футбольного клуба «Тулпар» с выходом в основной раунд Кубка УЕФА. Накануне прошла встреча футболистов с Акимом области. Баужан Абдишев назвал настоящим подарком для карагандинских любителей спорта победу в международном турнире «Открытый Кубок Львова» в Украине и международных и Сыкульских играх. «Тулпар» на 80% состоит из воспитанников собственной мини-футбольной школы. По итогам сезона «Тулпар» завоевал право на участие в основном раунде Кубка УЕФА. В опубликованном рейтинге команд-участниц наши футболисты занимают 12-ю позицию из 49-ти клубов-победителей чемпионатов стран Европы. И у них есть шансы достойно выступить и пройти в элитный раунд в числе 16-ти сильнейших команд Старого Света. «Более 100 тысяч миллионов сегодня тратим. И что это именно на содержание нашего клуба, именно вас. И в нем, конечно, вас тех позидаторов, тех лучших успехов, которые, я надеюсь, мы будем праздновать вместе». Спонсор показа «Галакси Групп» – производитель продукции торговых марок «Алюгал», «Галвин», «Херкюль». Компания «Галакси Групп» вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы «Алюгал». «Алюгал» производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили «Алюгал» – это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет, легко в сборке и проста в эксплуатации, ведь продукция фирмы «Алюгал» адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это «Алюгал». Это все новости на сегодня. Напоминает телефон новостной службы 1-го Карагандинского 420649. Звоните, если у вас есть интересная информация. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. Аман Саубонсдар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова